ДИАЛОГ Павел Леонидович Жданович, директор Гомельского областного музея военной славы. В 2004 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, а в 2009 году аспирантуру Института истории Национальной академии наук Беларуси по специальности «Отечественная история». Трудовой путь начинал учителем истории, но уже в 2004 году младшим научным сотрудником приходит в отдел военной славы Гомельского областного краеведческого музея. Через год возглавляет отдел. 23 февраля 2006 года Гомельский областный музей военной славы был образован путем выделения из состава краеведческого музея. Благодаря активной позиции и организаторским способностям директора, сегодня музей является научно-методическим центром области по изучению вопросов военной истории. Павел Жданович награжден восьмью юбилейными медалями, почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, Министерство культуры и рядом других наград. Активно занимается общественной работой. Депутат Гомельского областного совета депутатов 26 и 27 созыва. На вопросы, которые касаются деятельности областного музея военной славы, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Павел Леонидович. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Павел Леонидович, я вас поздравляю с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Благодарю вас взаимно тоже с праздником, нашим великим праздником, нашей Великой Победы. В Беларуси нет семьи, в которую эта война не принесла бы разлуки, тяжелые утраты. Расскажите, пожалуйста, о судьбах ваших родных, солдат Великой Победы. Ну, действительно, нашу семью, так как и многие, безусловно, события Великой Отечественной войны не прошла стороной. Начну, наверное, с отцовской линии. Мой прадед и мой дед, Жданович Николай Лукич и Григорий Николаевич, тоже принимали участие в боях Великой Отечественной войны, хотя первоначально в силу возраста и обстоятельств они не подлежали призыву, они ушли партизанить, партизанили в Могилевских лесах. После освобождения территории Могилевской и Гомельских областей они уже были призваны в регулярную армию. И прадед в составе 1-го Белорусского фронта, а дед в составе 3-го Белорусского фронта, принимали участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики, соответственно, в боях в Польше, в Восточной Пруссии. Ну и прадед принимал участие в Берлинской наступательной операции непосредственно во взятии города Берлина, за что был награжден за эти бои в Орденном Славы Третьей Степени. Что касается материнской линии, то мой дедушка Булмат Петр Играфович также принимал участие в войне. В 1938 году он призвался на срочную службу, потом, после окончания срочной службы, домой не вернулся, потому что уже началась Великая Отечественная война. Повторный призыв в той же части служил на Дальнем Востоке и вплоть до 1946 года он находился там. Вернулся он домой только в 1946 году, принимал участие в боях с милитаристской Японией. Долгий путь. Да, это вот мои солдаты Победы, которые, к сожалению, уже нету с нами, но они живут и в нашей памяти, и в наших сердцах, безусловно. А вы помните, как началось ваше знакомство с этой темой, которая ведь в дальнейшем и определила всю вашу судьбу? Как вы узнали о войне? Из книг, фильмов или именно из рассказов родных? О войне я узнал из рассказов моего отца. Такое очень четко я помню. Это я учился в пятом классе, и было задание где-то в апрельские эти дни написать сочинение по литературе, связанное со своими родными, либо близкими. Я писал о своем деде, Ждановиче Григорьеве Николаевиче, как он участвовал в штурме Кенигсберга. И вот рассказы, какие-то детали, и впервые, так вот отчетливо помню, это мой отец мне рассказал. Ну а потом, безусловно, по курсу истории, учащийся в университете, просто обыкновенное, наверное, любопытство, желание узнать что-то большее, интересно, меня это влекло. Ну и, конечно, после того, как уже пришел работать в музее, это стало уже моей профессией, которой вот как бы и по сей день стараюсь заниматься. Тема вашей научной работы звучит, как Гомельщина накануне в первые месяцы Великой Отечественной войны. Сегодня уже 75 лет, как нас разделяют с этим периодом в истории. Скажите, что из того, что вы узнали, когда готовили эту работу, произвело на вас наибольшее впечатление? Наибольшее впечатление привело в то, что немножечко в нашей историографии где-то был недооценен Гомель, его роль вообще в событиях лета 1941 года. Уникальная обстановка, уникальные события, которые здесь развивались, которые в целом повлияли на ход и наступление группы армийцентра, которые они развивали очень активно на московском главном направлении. Безусловно, это интересно посмотреть сегодня не только боевые действия, сейчас уже и в научно-популярной литературе, в профессиональной литературе говорится об этом, это Жлобин, Рогачев, это корпус Петровского. Интересно посмотреть такое событие, которое у нас было, это оперативно-учебный центр, который находился у нас в ученках, он находился при фронте, сначала в Западном, потом в Центральном фронте, который готовил диверсантов. Здесь работал полковник Старинов, это уникальный человек, диверсант номер один, дедушка спецназа, как его называли и так далее. Наибольшую пользу этот оперативный центр принес именно здесь. Была уникальная система подготовки солдат, диверсантов, филиал его работал в Мозыре, где готовили женщин, причем женщин готовили по отдельности, друг друга они не знали. Все это делалось для того, чтобы работать в тылу противника. Были успешные уже непосредственные операции, которые были проведены на нашем Полесье, которые были проведены в районе Бобруйска, весьма успешно этим оперативным учебным центром. Это один такой фрагмент, наверное. Второй фрагмент очень интересный, очень долго в литературе встречался, например, город Мозырь, наши войска оставили на двое суток и так далее, чуть ли его никто не оборонял. На самом деле, смотришь документы, несколько иная ситуация вырисовывается. Да, войска 3-й армии ушли, но до конца, до последнего патрона, там оставались бойцы 214-й воздушно-десантной бригады, которые отступились под городом Минске. Они заняли тут оборону, они держали Мозырь практически до конца. Где-то было, конечно же, нашими немножко историками, либо мы же военными, недооценка и противника, потому что здесь тоже стоит смотреть. Это был действительно очень грамотный, хитрый, подготовленный, с боевым опытом не только с 1339 года. Были многие офицеры, кто прошел Первую мировую войну. Поэтому здесь очень, если смотреть объективно все факторы, то Гомель действительно очень уникальный был тогда участок. Это был ключ действительно к северо-восточным районам Украины, Киеву и дальнейший ход движения в сторону Кавказа. Поэтому немцы действительно поменяли тактику войны. Отсюда и ключевое значение Гомельской колоды, Гомельской группировки, как фигурирует в немецких документах. И отсюда действительно роль Гомель достаточно велика. И велика в том, что действительно мы смогли отличить, точнее не мы, а войска Красной Армии, войска 21-й армии, значительные силы с основного, с московского направления. Плюс ко всему интересные события эвакуации, мобилизации, то, что посмотреть управление, которое было действительно в очень экстремальных условиях, и тем не менее смогли в этих непростых условиях сделать достаточно большую колоссальную работу. Вы продолжаете исследования в этой области? Да, сейчас некоторое время была взята пауза, но сейчас стараемся более активно, так сказать, опять возобновить деятельность. Вот в данном направлении собираю документы, собираю информацию, фото, материал, обобщаю, но и пытаюсь выходить на какие-то научные выводы и их публиковать уже не только в нашем каком-то научном профессиональном мире узком, но и где-то и более широко, чтобы было публике это доступно. Одним из таких моментов ее есть то, что мы недавно совершенно переделали, сделали, точнее, реэкспозицию нашего музея, которая как раз посвящена событиям лета 41-го года. Много интересных материалов, возможно, которые ранее мы просто показывали в выставочных проектах, теперь они будут доступны людям посмотреть в стационарной экспозиции. Это тоже один из таких вот моментов научной работы. Каждый год архивистам становятся известны все новые и новые данные, материалы рассекречиваются. Скажите, пожалуйста, вот сегодня можно говорить о том, что мы уже все знаем о войне или есть еще? Да нет, безусловно. Есть темы, есть белые пятна, есть темы и начальный период войны, это и период освобождения, и период оккупации, есть темы, которые требуют переоценки, переосмысления. Ввиду того, что открываются новые архивные документы, есть иное совершенное прочтение. Я думаю, что история Великой Отечественной войны и даже история Второй мировой войны, потому что мы рассматриваем безусловно в контексте эти события, они сегодня, там есть научное поле для исследователей, и есть чем заниматься, брать, разрабатывать. Совершенно много, начиная от каких-то боевых операций, если кому-то нравится, и заканчивая простой бытовой повседневной историей, как воспринималась война глазами простого солдата, например. Сегодня есть, да, публикации, есть даже диссертации на эту тему. Например, человек написал, прекрасно, такой следователь Жук, публикацию, основываясь на письмах. Он брал фронтовые письма и вот воссоздавал вот эти будни солдатские. Через призму документов, как просто человек воспринимал. Там и страх, там и боязнь, там и героика, там и патриотизм, там все есть. Можно познакомиться с этой работой? Это, да, публикация, она есть на сегодня в научном сборнике материалов, есть и у нас в музее, есть и в нашей библиотеке имени Ленина областной, хранятся этот сборник документов, да, можно. Я думаю, что в интернете, правда, не смотрел, признаюсь честно, возможно, что есть публикация, безусловно, этого исследователя и на интернет-пространстве, достаточно известные у нас в Белоруссии. Военная история Гомеля и нашего региона, она, конечно, и героическая, и очень тяжелая. Заричи, Красный берег, несколько лагерей в самом городе Гомеле. Два года Гомель находился в оккупации. Расскажите, пожалуйста, как жили гомельчане вот в оккупационных условиях? Ну, территория Гомеля была оккупирована, окончательно, с ним будем брать, с Новобелецким районом, это 23 августа. На ней располагались части на правобережной, это немецкая армия находилась, немецкие части находились, на левобережной, на Новобелеце стояли итальянские войска. Это была зона группы армий, центр, тыловая часть, здесь стояла 221-я охранная дивизия. В Гомеле было, как вы правильно заметили, 4 концлагеря, в том числе такой печально знаменитый пересылочный лагерь ДУЛАК-121, этот лагерь для военнопленных. Были лагеря для содержания гражданского населения, 4 гетто, в частности, в районе монастыряка было. Практически в гетто все люди были уничтожены по приказу в октябре 1941 года, содержали которых там, более 4 тысяч в каждом из них, так сказать, это было отчасти приручено к 7 ноября. Дню Октябрьской революции, ну, в кавычках приурочено, конечно же, берем. За время, пока вот, оккупационного периода, за время до освобождения, город наш сократился со 147 тысяч, который был на начало войны в городе, на момент его освобождения, после всего осталось 15. Значительное количество тысяч человек были также угнаны на принудительные работы в Германию. Все было, и хочется про все ужасы говорить. И виселицы располагались, которые не вешали людей для устрашения на территории, в том числе, например, площади Ленина там располагались, то есть такие публичные казни. Конечно, здесь говорить тяжело, эмоционально тяжело. Вот, поэтому городу, действительно, и жителям города, которые не уехали, было очень сложно. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то факты важные для истории нашего региона, но, может быть, несправедливо забытые или совсем неизвестные? Ну, фактов есть. Десна, они в разное время всплывают, появляются. Тем не менее, Десна не есть, на их стоит обратить внимание. Но вот я очень часто люблю говорить, люди, у нас сегодня очень, особенно молодое поколение, любят играть в такую игру «Мир танков». Я думаю, вообще, есть два места на территории нашей области, где должна быть Мекка, где они могут там посещать, проводить различные тематические фесты, военно-исторические реконструкции. Это буквально два эпизода. Это деревня Каравач, Тереческого района. Уникальное событие 16 ноября, когда в одной деревне, за одну деревню в бою сошлось порядка пяти десятков техники, танков, немецких и советских. И бой практически два суток продолжался за одну деревню. Уже к тому времени основные части пехотных не было, а просто танки. Действительно, уникальное событие такое, называли еще его «Малой Прохоровкой» в свое время. А второе, такой интересный факт, это бой Анатолия Хуторянского, буквально недалеко здесь, возле Гомеля. Это Дуга, Золотой Рог, Хальч, Старое Село. Тоже танковый бой тяжелых танков. Интереснейшие события, которые происходили в тот же период в рамках Гомельской реческой операции. Их много. Сегодня это я хотел бы, чтобы они стали не только каким-то научным фактом, популярным фактом. Это можно использовать в туристической деятельности, и в образовательной, и в культурной программе. И действительно, это постоянно об этом говорить, напоминать. Многое других событий, безусловно, связано сегодня. Если кто сегодня увлекается фортификацией, у нас уникальный был когда-то Музовский укрепрайон, укрепрайон был современный по тем временам, и его фрагменты сегодня сохранились. В тех же Копоткевичах можно увидеть, там можно походить, побродить. Поэтому здесь широкий круг тех событий, которые, думаю, по вкусу придется не только профессиональным военным историкам, но и просто людям, которые сегодня любители и как хобби интересуются этой темой. А вот это самое важное, чтобы не только профессиональным историкам, чтобы любому, каждому. Это было доступно, это было известно, было понятно. Скажите, пожалуйста, что вы делаете для этого? Что, на ваш взгляд, еще нужно для этого делать, чтобы молодое поколение знало свою историю, чтобы никому и в голову не могло прийти как-то ее переиначивать? Ну, наверное, сам факт существования военного музея. Все, что связано, начиная от простых, самых простых документальных выставок до серьезных выставочных проектов, стационарных экспозиций, которые мы делаем и пытаемся увековечить. Ну, сегодня мы говорим о контексте Великой Отечественной войны, поэтому увековечить события до того периода рассказать – это наш вклад. Помимо этого, конечно, помимо экспозиции, помимо того, что мы сегодня делаем, собираем предметы, пытаемся сохранять, реставрировать их, вот, конечно же, имеет важное значение – это открытие документов, их публикация, публикация, и чтобы они были в широком доступе, вот, приведение, привлечение различных акций, мероприятий. Пускай они будут рассчитаны не на часы, да, пускай они будут на 20, на 30 минут, это вручение, встреча, беседа с ветераном, но они все будут работать на то, что мы сегодня будем не забывать о тех событиях, мы будем отстаивать правду о тех событиях, не допускать ее фальсификации. Это очень важно сегодня и очень актуально. Ну и вообще это, если так немножко может быть грубо, не высокопарно, это нужно сделать просто модным, чтобы сегодня было. Чтобы это модно, об этом нужно постоянно говорить, говорить так, как оно было, где-то без приукрашиваний, где-то объективно, но при этом, безусловно, надо говорить о героике, потому что действительно, что это великое событие в нашей истории, в истории нашего народа. Что планируете предложить вашим посетителям 9 мая? Ну, традиционно, 9 мая наш музей начинает раньше работать на час и позже заканчивать, поэтому это для посетителей. Вот, у нас будет открыт выставочный проект, который называется «Оружие для сильных духом». Будет открыт с 9 мая, опять-таки, военно-санитарный вагон. На территории музея будет работать у нас концертная программа, как на землянке, на празднецкой землянке, так и, непонятно, на площадке. Ну, и, наверное, впервые в истории нашего музея мы делаем такую небольшую акцию. Она будет всего проходить с 11 часов до 13. Мы откроем одну из единиц нашей техники. Это будет штурмовик 125, боевой самолет, который принимал участие в баграмской операции в Афганистане. И желающие посидеть в кабине боевого самолета, сделать селфи, просто прикоснуться к частичке истории, это смогут сделать у нас в музее. А что вы хотели бы увидеть в музее военной славы? С таким вопросом к гомельчанам обратились наши корреспонденты. Давайте посмотрим. Достаточно большая коллекция собрана, и все подробно рассказывают. Тогда музей достаточно по сравнению с другими. Я был и в Киеве, и в Москве, и в Ленинграде. Для нашего города это очень достойный музей. Подпольщики гомельские должны быть там. Вот они часто вот эти улицы названы им. Барикино, чтобы все, которые с гомелем связаны, понимаете, не области, это много, а непосредственно гомеля. Вот это, понимаете, мы же гомельчане. Я говорю, о, это мой земляк, значит. Вот это надо. В принципе, все устраивает. Хороший музей, хорошая военная техника. Про людей, которые воевали за гомель. Естественно. Чтобы это было. Не забыто было. Чтобы не было забыто, что делали наши родители. Главное, чтобы это наши дети. Наши дети еще помнили. Да. Чтобы знали, кто воевал и за кого. А то сейчас, наверное, допугаешься. В этот музей добавил бы экспозиции людей. Ну, то есть манекены людей. В чем они были одеты. Их не обмундирование. Их необычная жизнь. Допустим, сидели бы там, допустим, с манекенов. Там три человека сидят возле костра. Делают себе еду. Там что-то. Там санитарочка перевязывает бойца какого-нибудь. Чтобы люди чувствовали, что это не просто металл, что это железо. Чтобы чувствовали всю ту боль и всю ту обычную жизненность, которая была в то время. Мне кажется, что здесь очень полная экспозиция, которая отражает, на мой взгляд, те действия, которые происходили в нашей местности в период Великой Отечественной войны. Я считаю, что что-то дополнить очень сложно. Сложный вопрос, потому что по части музеев я не сильна, и меня не очень интересуют преподаты. Мне больше нравится то, что более масштабное, и с историей не связанное. Это что-то к искусству относящиеся. Арт-проекты какие-то такого. По-моему, очень хорошие эспонаты. Единственное, что в витринах не очень удобно просматривать. Очень глубокие витрины. Мне, например, с моим зрением было не очень удобно. То есть, если бы было меньшее расстояние, было бы гораздо лучше. Ну, наверное, мне как мужчине хотелось бы еще посмотреть на какие-то виды вооружения, которые были представлены, больше комплекс, которые были представлены в Великой Отечественной. Вы имеете в виду те же танки или что-то поменьше? Нет, 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 что-то поменьше. Табельное оружие. Пистолеты, автоматы, пулеметы. Не только наши, но и вооружение других стран. Павел Леонидович, как вы оцениваете предложение и мнение гомельчан? Спасибо огромное нашим дорогим гомельчанам за их мнение. Это было для нас очень важно. Почему? Мы тоже делаем такой соцопрос один раз в год. В течение одного месяца спрашиваем сто человек в разное время разных возрастов, что им не нравится в музее. Где-то услышите критику в свой адрес, где-то узнать, правильно или неправильно мы что-то делаем. И действительно из этого рождаются интересные проекты. И был такой вот проект, когда человек, я хотел бы увидеть в музее выставку головных уборов разных стран, разных армий и так далее. Сначала мы сделали в рамках небольшого проекта выставочного, а потом сделали отдельно выставку, которая действительно имела у наших гомельчан успех. И сегодняшнее предложение мы тоже возьмем на заметку, безусловно, и будем стараться где-то уделять этому большему внимания. Хочу отметить, что в принципе в нашей экспозиции, либо на выставках, вся линейка вооружения Великой Отечественной войны, что касается Красной Армии, сегодня присутствует. Мы даже более того, сегодня некоторые предметы даем возможность с ними фотографироваться, смотреть, изучать, рассматривать, держать в руках, то есть иметь непосредственный контакт. Вот. Ну и будем стараться, безусловно, выполнять наказ наших дорогих гомельчан, чтобы им было удобно, комфортно, интересно в нашем музее, в наших экспозициях. Чтобы захотелось вернуться. Чтобы, да, захотелось нам повторно вернуться. Этот год для музея-юбилейной исполнилось 10 лет. Из одной экспозиции музей вырос в одной из самых известных, самых авторитетных учреждений Беларуси. Что считаете самым главным достижением за эти 10 лет? Можете ли такое для себя выделить? Самым главным достижением то, что музей является народным и любимым среди нашего населения, среди наших гостей, среди тех, кто, потому что он всегда создавался в семье. Это наше национально-народное достояние, которое действительно, он состоялся как научный центр, я думаю, он состоялся как центр музейного развития. И он сегодня получил признание на республиканском уровне, на международном уровне. Но самое главное, что он получил признание у нашего посетителя, то, что он любим посетителем. Вы предоставляете возможность, как вы говорили, в прямом смысле слова, прикоснуться к этим свидетельствам давно ушедших лет. Скажите, сколько экспонатов сегодня хранится в фондах музея? Сегодня в фондах музея, основной фонд берем нашего музейного собрания, хранится более 7 тысяч единиц хранения, которые включены в 12 наших музейных коллекций. Начиная от маленькой фотографии 3х4, заканчивая крупными экспонатами, находящимися на нашей открытой площадке. Об уникальных экспонатах областного музея военной славы у нас подготовлен сюжет. Внимание на экран. В областном музее военной славы у каждого экспоната своя история и своя уникальность. Вот этот пистолет ТТ, хотя сам по себе не является редким, однако когда-то он принадлежал последнему на Гомельщине герою Советского Союза. Каким образом удалось оставить это оружие у себя, а потом еще несколько десятилетий хранить, история почти детективная. Правда, теперь ее подробности уже никто не узнает. Пистолет Тульский Токарю, он же ТТ, принадлежавший Герою Советского Союза Григорию Кирилловичу Денисенко. Надо сказать, что с этим пистолетом он прошел всю войну. Вот именно с этим пистолетом он выполнял свои боевые задания. После войны он смог его сохранить, и за две недели до своей смерти он передал его в Гомельский музей военной славы. Этот пистолет вы можете увидеть теперь на выставках нашего музея. На первый взгляд, казалось бы, невзрачные экспонаты иногда могут рассказать о войне столько, сколько не в каждой книге прочитаешь. Нож-стропорез, как следует из названия, использовался немецкими десантниками для перерезания парашютных строп. Нож был хороший, универсален, чего нельзя сказать о самих парашютах, которые, в отличие от красноармейских, не отстегивались. Немецкие парашюты, десантные парашюты, обеспечивали довольно-таки большую скорость снижения. Немецкие парашютисты мало находились под огнем. Это положительный момент немецкого десантного парашюта. Но были отрицательные моменты. Прыгать надо было исключительно головой вниз. Немецкие парашютисты буквально катились по земле из-за большой скорости снижения, поэтому у них у всех были наколенники и налокотники. Хотя у немцев были парашюты, позволяющие отстегивать стропы, но это, как правило, применялись именно для летчиков. Такие парашюты, так называемая ирвенская система. Но немецкая промышленность не в состоянии была обеспечить, скажем так, нормальными парашютами свою армию. Гумельский областной музей военной славы вполне возможно единственный на постсоветском пространстве, в экспозиции которого сразу две настоящие высшие награды Красного Креста. Международные золотые медали имени Флоренс Найтингейл. Одна из них принадлежала Софье Голуховой, вторая Мария Горячук. В Белоруссии всего шесть награжденных за Великую Отечественную войну, две из них гемельчанки. Голухова, например, на той войне потеряла левую руку и была ранена в обе ноги. Во время боев за два дня она вынесла свыше 40 советских бойцов. И вот при эвакуации одного из раненых сама получила тяжелые ранения. К редким экспонатам, демонстрирующимся в музее военной славы, можно отнести брачное свидетельство старшины Анатолия Рогачева и сержанта Марии Репниковой. Оба участники штурма Берлина в этом же городе после разгрома врага и зарегистрировали свой брак. Такие документы в музейных экспозициях встретишь нечасто, как и меч служащего караульной полиции марионеточного государства Маньчжоу-Го. И в завершение небольшой экскурсии стоит вспомнить о еще одном экспонате, охотничьем ружье, уже после военного времени. В музее считают, что оно существует в единственном экземпляре. Его изготовление связано с погонями, перестрелками и задержанием иностранных разведчиков. В 1975 году на южных рубежах СССР проводилась целая спецоперация по поимке шпиона. Пять суток его ловили. И капитану погранслужбы Шаталову Станиславу Леонидовичу удалось задержать этого шпиона. И командование сочло возможным наградить его за поимку не правительственной наградой, а вот этим ружьем ТОС-63 штучной работы. Пожалуйста, можете посмотреть. И долгое время оно ему служило, в том числе и охотничье оружие, с которым он охотился. Именно вот этот экземпляр. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович. Павел Леонидович, как собираются экспонаты? Что приносит людям? Не жалко ли им расставаться с такими ценными для семьи вещами? Экспонаты собираются по-разному. Безусловно, очень много людей, которые сегодня передают в Дармузе экспонаты, экспонаты, опять-таки, как вы видели из сюжета, и вообще абсолютно разные, по разным коллекциям и вещи, и документы, и награды, и какие-то бытовые вещи. Примерно в год у нас составляет порядка 600-700 предметов, единицы хранения, которые мы обрабатываем, научно оформляем и включаем в наше музейное собрание. Помимо того, как, конечно же, передача в Дар, у нас есть такая система, как фондозакупочная комиссия, либо это люди-коллекционеры, либо просто в семье вот решили, приняли такое решение, что не передать, а продать, значит, то мы рассматриваем эти вопросы, если действительно нас это интересует, у нас есть такова финансовая возможность, что мы, безусловно, эти предметы приобретаем в свои фонды. Ну и второе, и третье, точнее, еще направление, это комплектации по линии Министерства внутренних дел. Это изъятое, это в основном касается, безусловно, конечно же, оружия. Изъятое оружие у нас, которое в доход государства, выступающее на распределение. Те образцы, которые у нас сегодня нам более интересны, они нам более привлекательны. Мы стараемся отбирать, вести диалог с целью, чтобы пополнить нашу коллекцию оружия и боеприпасов. Помимо Министерства внутренних дел, безусловно, в комплектовании принимает участие самое непосредственное наше Министерство обороны Республики Беларусь. Это две такие у нас структуры государственные. Министерство обороны вообще взяла на себя такую обязанность, как шефская помощь, закрепив это документально. И сегодня какие-то даже публикационные вещи, материалы, которые нам необходимы архивные, и они нам сегодня оказывают содействие, чтобы мы могли ими воспользоваться в нашей повседневной работе. Вот такие три источника поступления наших музейных предметов. А у вас есть такая связанная с этим профессиональная мечта, что бы вы хотели заполучить к себе? Бывают такие? Хочется собрать практически все, но объять необъятное очень сложно. Да, бывают такие, не буду раскрывать, бывают такие вещи абсолютно из разных коллекций, на которых хотелось бы, чтобы они были в музее, и они когда поступают, они действительно уникальны, мы стараемся как можно быстрее всю процедуру провести научную и выставить их на наши экспозиции. Да, бывают абсолютно в разных категориях. Ну, например, что это было? Вот из такого для вас очень... Ну, когда-то нам очень хотелось создать, вот опять-таки, возвращаться к предыдущему сюжету, когда говорили про собирать оружие различное, мы хотели собрать минимальную линейку, что было у красноармейцев. У нас было сначала пистолет ТТ, наган и так далее, но мы поставили задачу, что мы соберем минимально. Мы хотели, допустим, снайперскую винтовку. Мосина мы хотели, мы искали прицел, мы нашли, мы ее собрали, скомплектовали. Потом хотели найти, начали собирать, что вот именно образцы ТТ, пистолеты, которые до 1941 года, советского производства, 37-го нас интересовал, года конкретно. Мы нашли такой пистолет. Вот документы, которые нас интересовали по Гомелю, фотографии, которые при помощи небезразличных людей сегодня в Америке, в Германии покупались и на аукционах, и нам передавались. Вот там, допустим, Гомель в 1942-1943-х годах, в период оккупации, есть такие у нас фотографии в коллекции. Хотелось бы, мы искали их целенаправленно и так далее. Но это вот нормальное такое чувство, которое желание не себе лично, а в музее, это собрать. Но нормально, это двигает. Потому что хотели мы собрать самый минимальный, допустим, набор наградной системы периода Великой Отечественной войны. Мы его собрали. Причем бывают такие случайные вещи, что приносят нам буквально дни самых первых образцов Ордена Боевого Красного Замени, который не на колодке, а на винте. Когда мы не ожидали где-то, но мы хотели такое. У нас на сегодня есть этот Орден, и мы его выставили как раз-таки в новой нашей реэкспозиции, показываем сегодня нашему посетителю. А какие ваши экспозиции, экспонаты пользовались наибольшим интересом у посетителя, когда вы заметили, что действительно есть какой-то эмоциональный отклик, очень яркий? Ну, знаете, конечно, это открытая площадка. Вне конкуренции, наверное, вне возрастов, вне категории каких-то. Вот, это открытая площадка. А так люди, я хочу сказать, особенно в последнее время очень так мы наблюдаем, смотрим. Достаточно внимательно читают этикетки, достаточно внимательно читают аннотации, которые мы делаем. Они интересуют письма, документы. Вот буквально подходят, даже на передвижных выставках буквально до буквочки, до точки, они вычитывают и так далее. Приводят своих маленьких детей, малышей. Он отвлекается. Мама или папа говорят, подойди сюда и дочитай до конца. То есть это они читают. Абсолютно разные вещи. Кого-то привлекает вот кесет, какая-то бытовая зеркальца, допустим. Кого-то, безусловно, оружие, кого-то грамоты, кого-то привлекают открытки, кого-то награды, кого-то нагрудные знаки. В общем, это коллекционирование, наверное, все это настолько можно дробить, 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 там столько интересов. Кого-то интересуют конкретные города, какие-то там документы наградные и так далее. Абсолютно совершенно разные вещи. Мы еще раньше могли отследить, допустим, женщинам более интересовали бытовые вещи, так. Мужчин, безусловно, оружие. И сейчас интересы так сложно провести такую черту. Поэтому абсолютно разные, в разных залах и так далее. Но, правда, еще раз повторю, что вне конкуренции, безусловно, открытая площадка с танками, самолетами, артиллерийскими орудиями. Ну, для того, чтобы эти вещи представить, иногда над ними нужно хорошенько потрудиться, потому что понятно, что прожили они уже свою такую долгую жизнь. Есть ли возможность у вас для реставрации экспонатов? Это наша боль. Потому что, действительно, это очень сложный вопрос, который сегодня стоит не только у областного военного музея. Этот вопрос сегодня стоит очень актуально и остро во всех наших музеях. Равно как и вместе с ним, очень рядышком стоит вопрос депозитария. Это хранение предметов. Причем мы предлагаем и выходим с инициативой, при которой не хранение, как вот на складах, да, а сделать принцип открытого хранения, коллекционного показа, чтобы люди могли видеть, что сегодня хранится в музее. Не оформлять это в экспозиции, не оформлять это в тематическую структуру какую-то. Допустим, представили коллекцию фалеристики, представили коллекцию головных уборов, представили коллекцию там нумизматики и так далее. Правда, это очень сложный вопрос. Мы прекрасно сознаем, даем себе отчет про экономических особенностей в настоящее время. И, безусловно, наверное, он будет актуален в создании депозитария, серьезных реставрационных мастерских для всех наших музеев Гомеля и нашей картинной галереи. Это мировой опыт. Здесь это очень сложно, это очень дорого, это не дешевое удовольствие. И, наверное, это было бы актуально, безусловно, к этому вопросу подходить, потому что предметы поступают, да, в основном, особенно в последнее время, бумага, фотографии, фотобумага. Они, конечно, требуют очень серьезной работы, скрупулезной, чтобы их сохранить. А специалисты такого уровня, которые могли бы заниматься этой работой, есть в Гомеле? В Гомеле, и вообще у нас в республике реставраторов профессионально, которые по теме военной истории нас не готовят. У нас есть наше гомельское художественное училище, там готовят по специальности живопись. Мы стараемся брать на распределение, потом пытаться через стажировки, через общение с коллегами и так далее. Если это скульптура, живопись, иконы, но вообще все, что касается искусства, у нас есть такие профессиональные реставраторы, действительно, это в Национальном художественном музее. Пытаемся с ними общаться, чтобы они нам помогали, подсказывали, что делать. То, что касается сегодня реставрации оружия, реставрации орденов, медалей, бумаги, в музеях, это очень большая проблема. Что касается бумаги, здесь нам на выручку всегда приходят наши коллеги-архивисты и наша республиканская лаборатория микрофильмирования, потому что там есть специалисты. У нас это очень сложно. И школы реставрационные, не только в Гомеле, это проблема наша республиканская, которая уже неоднократно нами поднимается, к сожалению, в настоящее время нет. Жаль, конечно, тема важная. Было бы очень жаль потерять эти уникальные свидетельства, уникальные документы. Здесь приходят, как говорится, мы стараемся и в Москву, шлем запросы. Сейчас есть интернет-возможности общаться, консультироваться, как это делать и сделать. Ну и есть люди, которые это могут сделать. Я бы очень хотела, чтобы первое поздравление с Днем Великой Победы в нашем эфире прозвучало сегодня. И от вас, я прошу вас. Глубоко уважаемые наши ветераны, фронтовики, партизаны, подпольщики, друженики тыла, наверное, не хватит слов, чтобы выразить ту признательность и благодарность за ваш и радный подвиг, и трудовой подвиг, который вы совершили. Низкий поклон от нас, молодого поколения, послевоенного поколения, за то, что вы сделали и дали нам возможность сегодня жить мирно, спокойно, трудиться, заниматься любимым своим делом. Безусловно, в этот день мы вспоминаем и те 27 практически миллионов, которые погибли на фронтах, которые погибли в лагерях. И чтим их память, и скорбим о них. Но всем нашим англичанам, безусловно, хочу пожелать хорошего праздника, хорошего настроения, оптимизма и всего самого доброго. Давайте все совместно работать на то, чтобы это событие не было забыто, и чтобы мы не допустили попыток фальсифицировать, либо пересмотреть итоги как Второй мировой войны, так и Великой Отечественной. Спасибо большое, Павел Леонидович, за сегодняшний диалог. Спасибо большое. Директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин